Всем привет дорогие друзья, с вами Некрос и это игра Шоуал Найт про рыцаря с лопатой. Игрушка выполнена в старом добром 8-битном стиле, очень крутая графика в ней, скажем так, олдскульная и очень классные саундтреки. И вы знаете, ютуберы это очень хорошая вещь, потому что увидев классную игру на классном канале, ты понимаешь, что надо бы и тебе в нее поиграть. Поэтому давайте начнем, давайте создадим запись, назовем себя Некрос. И done. Итак, вот наш рыцарь с лопатой нашей жизни. 4 шарика. Шарики, я думаю, вам должны напомнить DuckTales, там тоже были жизни в виде таких красных шариков. У нас нет сокровищ, мы не играли, у нас есть 30 каких-то сосудиков и 0 из 46 свитков с мелодией. Итак, предыстория. Когда-то давно земли были напичканы всякими легендарными путешественниками, охотниками за приключениями. Но самыми крутыми героями были Шоу Найт и Шилд Найт, рыцарь с лопатой и рыцарь со щитом. Но их путешествие закончилось в башне судьбы. Из-за проклятого амулета. Когда рыцарь с лопатой очнулся, то понял, что рыцарь с щитом был мертв. Точнее, его дух был, скажем так, сломлен. И он жил в депрессии. Но без чемпионов этих землю населили злые существа колдуньи. Энчантерс тут написано, да? И ее специальный легион тьмы какой-то. И теперь, когда башня вновь распечатана... Нас ожидает приключение. Нам нужно вновь попасть в эту башню. И вот мы появляемся. Отличные задние фоны. У нас есть лопата. Управление очень отзывчивое и простое. Нам нужно выкапывать драгоценности. Убивать противников. Кстати, вот это вам тоже должно напомнить DuckTales. Можно разбивать камушки. Можно драться просто так лопатой. И, конечно же, здесь есть секретки. И отсылок очень много к разным играм. Не только к DuckTales, на самом деле. В игре я нашел только один минус. Она снимается только в режиме окна. Поэтому вы... Увидите мой опс. Хотя в летсплеях, в качественных, такого быть не должно. Тем не менее, к сожалению, ребята, вы его увидите. Так, ну, в общем, мы появились в каком-то необычном лесу. На заднем плане мы можем видеть ту самую башню. Бывают такие пузырьки появляются. Их нужно использовать как средство для того, чтобы запрыгнуть куда-нибудь. Всегда нужно проверять стены на наличие секреток. Это вот как раз чекпоинт. Здесь мы будем возрождаться. В игре будет много всяких прыгалок, всяких ловушек. Экранчики быстро сменяются. Игра довольно динамичная, веселая. На первый взгляд. Что интересно. Если мы прыгаем на какой-нибудь ящичек. То режим, скажем так, атаки поменять мы не сможем. А это небольшой мини-босс, дракон, которого нужно бить по голове. И, естественно, лопатой с напрыгиванием. Он несложный и легко убивается. Из него выпадают всякие ништячки. Конечно же, как и во всех таких фэнтези-играх про средневековье, должны быть скелеты. А черепки, кстати, на черепках можно набивать очки, как я понял. Это уже отсылка к Battle Tots. Кстати, я видел одну картинку интересную, где в этой игре появятся персонажи из Battle Tots. Я не знаю, к чему это, но я знаю, что это будет. Это случится и это будет очень круто. Оказалось, что игрушка вышла прошлым летом, в июне или в августе. Как я ее пропустил, не знаю. Но благо, что я смотрю видеоблогеров, которые любят Old School. В частности, дядю Женю. Он меня вдохновлял на множество различных игрушек. И это как раз не исключение. А так-то я, знаете, как-то пропустил эту игрушку, что очень и очень обидно. Находим мы небольшую секреточку, такую простенькую. Здесь мы можем неплохо поживиться. И здесь мы находим свиток с ноткой. Опа, тихо, я нашел еще одну кучку. С золотом и всякими алмазиками. Подбираем мы сосудик. Пока непонятно для чего. Здесь есть, конечно же, инвентарь. Так. И даже оружие, я так понимаю. И броню можно будет менять. А, это, я так понимаю, нотка, она нужна для прослушивания. То есть это как саундтест, чтобы насладиться крутыми саундтреками. Так, сначала мы разобьем кучку, а потом уже нападем на блобера этого. Монстры тоже напоминают нам о некоторых игрушках. Потому что во многих играх были вот такие вот зелененькие, скажем так, желе. О, нашли очень неплохой алмаз. Вот, посмотрите, персонаж не может просто перестать ударить лопатой. Поэтому нужно дождаться, когда все будет разбито. Курочка вам должна напомнить о Касселвении. Естественно, на Денде. Все связано со старыми игрушками. И мне очень приятно осознавать, что в наше время разработчики не перестают создавать такие прекрасные игры. Они не забывают жанр олдскула. И это создает надежду, понимаете? Вы чувствуете, что время старых восьмибитных пиксельных игрушек, оно не прошло. Они не мертвы. И это, знаете, заставляет даже не то, что радоваться. Я бы сказал, немножко даже всплакнуть. Потому что это действительно очень такое было время ценное. Я думаю, что многие ребята, которые родились в 90-х, или чуть за 90-е, да? Я думаю, они меня должны понять, что такое вообще ностальгия, и что значит играть в такие игры, наслаждаться крутейшими саундтреками. И понимать, что игра делалась не для конвейера. То, что игра делалась исключительно для удовольствия игроков. Так, здесь у нас будет очень-очень крутая секретка. Вот такая. Сытная, я бы сказал. И не только здесь, по-моему. Да, еще вот здесь. Убиваем скелета, и сейчас мы сможем подняться за сундучком. Я уже немножечко в эту игру поиграл, для того, чтобы приноровиться. Что интересно, из сундука просто так ничего не вываливается. Наш герой в нем роется, что довольно забавно выглядит. Эта серия будет коротенькой, она будет ознакомительной. Как минимум один левел мы с вами пройдем. Вообще, комментировать такие игры довольно сложно. По одной простой причине. Здесь комментировать особо нечего. Здесь нужно просто наслаждаться. Сюжет не сказать, что сложный. Он довольно простой. Обычно такие игры не славились запутанностью сюжета. Кстати, наш герой умеет пристать. Хотя это скорее похоже на танец. Я не знаю, для чего это нужно. Может быть понадобится в игре. Опять мини-босс. Причем он так хитро поставлен, что мы даже упасть можем. Я бы не сказал, что в этой игре невыгодно умирать. Что интересно, я бы сказал досадно. Наши драгоценности падают в яму. За ними мы, конечно же, не попремся. Опа. А тут оказываются еще и враги. Самоубийцы. Они не брезгуют упасть в яму. Забавно. Так, а вот здесь... Здесь, я помню... Помнится, была проблемка с тем, как... Подобрать вот этот вот изумруд. Наверное, это делается так. Не скажу, что я бы много потерял, если бы не взял изумруд. Но я думаю, многие из вас, ребята, которые играли в такие игры, понимают, что значит собрать все. Найти все секретки. Это очень крутое ощущение. Ты понимаешь, что ты не просто прошел игру, а ты ее сделал. Сделал. Ты ее, черт возьми, сделал. Все. Приятно еще то, что... Можно... Возвращаться... По уровням, насколько я понял. То есть, мир не будет закрываться за вами. А тем временем мы находим новый сундучок с ништяками. Я так понимаю, пурпурный изумруд самый такой дорогостоящий. Я еще заметил, что некоторые враги сливаются с окружением. И мы их из-за этого не видим. Вот с кустиками с этими, да. Нас, кстати, тоже за ними еле видно. И похоже, это первый мини-босс, черный рыцарь. Я знал, что ты придешь рано или поздно. Трус. Возвращайся назад, рыцарь с лопатой. Тебе тут нечего ловить. Посторонись, черный рыцарь. Я должен вернуться в башню судьбы. У меня нет времени, чтобы тратить его на тебя. Время затмило твои чувства. Неужели ты не видишь? Вся эта область была захвачена колдуньей. Энчантерс это, скажем так, вот вспомним, да, козу из дотки. Очарование. Зачаровательница, видимо, ее зовут. И ее непобедимыми рыцарями какого-то там клана. Не могу это перевести. И эти враги стоят между тобой и башней. Кстати, можно русификатор поставить. Я немножечко не подумал об этом, но никогда не поздно. Но это все ничего не значит. Потому что все, кто противостоят колдунье, должны сразиться со мной. Да, скрестятся в битве наши лопаты. Он тоже с лопатой. Мне нужно будет его побороть. Не сложный босс. У него есть всего парочка атак. Опять же, драка происходит как в DuckTales. Будут, конечно, еще отсылки. Вы подождите. И, конечно же, будут еще серии, если вам будет интересно. Хотя я бы прошел эту игру вне зависимости от того, как среагируют зрители. Потому что, ну, вы же знаете, как я такие игры люблю. Ну, в общем, мы легко побеждаем этого босса. И празднуем свою первую грандиозную победку. Черный рыцарь вскакивает и убегает. А мы отдыхаем у костра. Прямо как в Golden Eggs, да? Разве что гномов нет. С сундучками. А это кто? А это как раз-таки рыцарша со щитом. Та, которая погибла. Мы должны ее поймать. Видимо, дух. Да? Мы должны поймать дух. Видимо, это снится нашему герою. Костер постепенно тухнет. И, я так понимаю, время просыпаться, да? А, да. Нам нужно двигаться. Оп. Мы такие проснулись. Костер можно копать. Что самое интересное. Открываются всякие достижения. Кстати, игра, она доступна в Стиме, если что. Стоит 350 рублей. Мы проходим нашу первую зону. И на нашем пути появляется первый город, а точнее деревня. А вот. Но, на самом деле, в деревню мы зайдем в следующей серии. А пока что я с вами прощаюсь. Это была такая пилотная обзорная серия. Для того, чтобы вы примерно представили, что это за игра. Стоит ли вам в нее поиграть. Стоит ли ее покупать. И так далее. Надеюсь, вам понравилось. Если так, то поставьте пальцы вверх. И подпишитесь на мой канал. На этом я с вами прощаюсь. Всем приятного настроения. Любите олдскул. И до новых видео. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok